Всем добрый день, мы будем немножко начинать. У нас было достаточно много регистраций, но видимо будут еще к нам присоединяться в настоящее время. Меня зовут Настя Лойка, я из врачей организации Human Constant. И мы уже посчитали, что в десятый раз проводим математические недели по теме недискриминации. Последний год мы их называем «Неделя за равенство и инклюзию», чтобы, наверное, подержать важность этих понятий. И у нас давно уже было желание провести такое мероприятие, где мы могли бы обсудить про разные формы дискриминации в отношении различных групп, которые происходят в Беларуси. Понятно, что определение дискриминации можно выводить достаточно сложные и занудные, но вот мы хотели сделать такое мероприятие, где скорее больше акцент посмотреть, какие различия, исключения, ограничения в разных правах происходят в отношении каких групп, чтобы это было более фактологично. Я очень благодарна нашим спикерам и спикеркам, которые сегодня согласились присоединиться и рассказать про различные признаки различной группы, в отношении которых происходит дискриминация в Беларуси. И поэтому мы будем делать такое достаточно экономичное общее мероприятие. Это наше второе мероприятие в рамках этой недели, наша первая неделя, где мы полностью делаем все мероприятия онлайн, сразу планировали из-за ситуации с коронавирусом, которая складывается. У нас будет еще мероприятие чуть позже, но и под конец уже про них отдельно расскажу. Сейчас, наверное, еще по теме дискриминации расскажу, что мы тоже готовили отдельный буклет, который готовится к выпуску, где мы описывали про какие-то отдельные группы и про те ключевые проблемы, которые мы видим дискриминационные. Есть много проблем в Беларуси, в том числе с тем, что они перенят профиль на антидискриминационные законодательства и на практике защитить свои права и недискриминации достаточно сложно. Но вот сегодня больше разговора хотелось бы вести как раз про отдельные группы, про, может быть, иногда невидимые, иногда до конца непонятные, с чем могут возникать различные проблемы. И буду благодарна, если вы будете активно включаться и реагировать. Это можно делать нескольким образом. Во-первых, будет возможность тем, кто будет выступать у нас, задавать вопросы в какой-то момент прямо голосом. Либо здесь есть опция чата для тех, кто перезумеет. Внизу дополнительно должно быть ваше окошко с написанием чат, и туда можно что-то писать. Я сейчас напишу, у вас оно должно высветиться, и сюда вы можете тоже задавать свои вопросы. То есть будьте максимально активны, по ходу можете задавать и уточнять, чтобы сделать наш разговор более интересным, чтобы это не превращалось просто в лекции или теоретические материалы, а в том числе была интерактивная дискуссия. Может быть, с чем-то будете, в том числе, вам будет до конца непонятно или с чем-то будете не согласны, и захотите уточнить. В общем-то, у нас сегодня достаточно интересное, мне кажется, будет представительство и про группы, и про людей, которые будут выступать. Мы подготовили большой первоначальный список, но вот те, кто согласились сегодня рассказать, это будут небольшие выступления до 10 минут. Например, будет тема про дискриминацию Рома в Беларуси, по дискриминации по признаку религиозной принадлежности, про дискриминацию подростков, которые живут с ВИЧ, дискриминацию людей с инвалидностью, дискриминация транзитных беженцев, дискриминация женщин в Беларуси, про то, как дискримируют ДК плюс людей в Беларуси. И отдельная еще была тема от наших коллег из Беларуси Хельмского комитета про, чего бизнес не видит в своих клиентах, тоже в аспекте дискриминационного подхода. В общем-то, это такой вот достаточно большой список тех групп, про которые нам хотелось поговорить. Конечно, это не исчерпающая тема, то есть это не значит, что только эти группы в Беларуси дискримируют, а в отношении других ничего нет. Это скорее отдельные иллюстративные моменты, то есть именно те группы, про которые мы сейчас можем поговорить, но их гораздо больше. И вот эти проявления дискриминационные можно замечать везде, то есть скорее задача сегодняшняя наша — посмотреть примеры этих групп, какие они могут быть, и быть более внимательными, может быть, в нашей жизни, и в том, где мы хотим минимализировать, и где мы хотим продвигать равенство, и где лучше применять эксклюзивные практики. Да, тут Наталья пишет про запись, а сейчас уже идет запись, то есть мы действительно потом будем обрабатывать все эти записи, в каких-то тезисном виде мы это будем публиковать на пост-странице. Про эту вся информацию у нас есть в профиле Инстаграм недели, там можно будет за этим всем следить. Вот, тогда, наверное, я начну уже передавать слово людям, которые согласились сегодня рассказать про различные примеры дискриминации, и первое попросила бы как раз озвучить Наталью Кутузову, инданку философских наук, если я не ошибаюсь. Я думаю, что Наталья, скорее всего, лучше представит, потому что я боюсь всегда ошибиться из Академии наук, и поэтому передаю слово. Наталья, пожалуйста, немножко, может быть, при себя тоже заодно расскажете. Настя, спасибо большое. Скажите, меня хорошо слышно? Да, хорошо. Ну, видно, я себя вижу, я рада вас видеть, даже вот я смотрю, видео появляется у других участников. Я рада вас видеть, и на самом деле это хороший повод поговорить о тех группах, которые невидимы, и те группы, с которыми мы работаем. Если говорить немножко о себе, ну, я в данном случае представляю группу инициатив, которые занимаются социальной интеграцией ромского населения в Беларуси, и у нас есть более-менее такая устойчивая команда, мы работаем уже более пяти лет, и, собственно, чем мы сейчас занимаемся, сейчас особый фокус в нашей работе – это женщины, женщины Рома, и я прямо вот к делу перейду, сейчас готова с вами поделиться схемой, которую мы вот открыли, которая откровенно дискриминационна, и я, пожалуй, начну именно с нее, потому что я хочу, коллег, попросить быть внимательным, и, может быть, попросить помощи, потому что я так понимаю, что схема эта является наиболее универсальной. Ну, Рома – это традиционно, это, скажем, группа, которая всегда попадает в топ групп, которые являются дискриминируемыми, да, то есть хотя белорусское общество более-менее так толерантно по отношению к разным этническим группам, цыганофобия довольно распространена. Хотя в последнее время я стала думать о том, что цыганофобия скорее распространена в группах, которые скорее мыслят, знаете, на уровне обыденного сознания. То есть признак Рома, что я Рома, да, или кто-то другой Рома, он работает, когда работает? Когда люди собираются чисто на обыденном уровне что-то пообсуждать, и тогда Ромов боятся, боятся, что что-то украдут, нагадают, ну, порчу наведут, что-то такое сделают. И когда еще? Когда формируются трудовые коллективы, выполняющие самые простые, неквалифицированные виды деятельности. И мы с года в год вот сталкивались с чем? Вот, допустим, женщина Рома устраивается на работу клинером, ну, уборщицей, грубо говоря, в маркет. Ее на работу берут без проблем, но потом вся смена говорит, нет, а вот цыганка, мы с цыганкой категорически работать не хотим. У нас вот реально есть несколько случаев, причем в больших городах, причем когда вся смена отказывалась работать с женщиной Рома, хотя она им ничего абсолютно не сделала. Когда мы работаем с каждой из таких ситуаций, и у нас есть женщины, которых мы отправили на обучение, у нашей команды сейчас есть возможность проводить, оплачивать обучение для женщин, для того, чтобы они получили какую-то квалификацию. И вот у нас есть несколько случаев, когда женщины обучились, они получили квалификацию, в одном случае квалификацию повара, и там женщина очень харизматичная, она очень хорошо готовит, она просто горит вообще, вот повар это ее. И она благополучно получила диплом, получила квалификацию, она сейчас работает в детском саду, и о том, что она Рома, она не скрывает. И я вам хочу сказать, что мы общались и с сотрудниками детского садика, немножко даже с детками удалось поговорить, которые говорят, вот супер, вот им нравится еда, которую там тетя Рая готовит, родители очень хвалят. То есть есть такие обстоятельства, когда женщина переходит из маргинального состояния, то есть она получает социальный статус, вот этот триггер Рома, он уходит куда-то там на дальний план, и дискриминация как таковая прекращается. Еще я вам сейчас приведу пример. У нас есть случай буллинга, такого, причем жестокого буллинга в школе, в Гомеле, девочка Рома, семья очень бедная, многодетная семья, и девочку, ну просто вот девочку там, вот школьники выживают, вы знаете, дети-подростки, они могут, конечно, кого угодно довести там просто до суицида. Но мы сейчас поступили как? Мы, конечно, стали работать с этой девочкой, мы были в школе, работали с семьей, и девочку что мы сейчас решили сделать? Мы решили девочку, ну, красиво подстричь, красиво одеть, мы привезли вот очень красивую одежду, школьную одежду, конечно, и девочка у нас занимается, у нас есть такая онлайн-школа журналистики для Рома девочек. И девочка немножко, ну, знаете, как бы она поняла, что она может нравиться классу чем-то другим, что у нее есть какие-то другие таланты, и девочка сейчас по-другому выглядит, то есть она выглядит сейчас более стильно, и у нее, что интересно, появились там друзья-подружки, и как бы как буллинг в школе вот ушел, поэтому, ну, или, по крайней мере, ситуация перестала быть очень острой. Поэтому я все-таки думаю, что вот Рома как такой, как триггер, он срабатывает при определенных обстоятельствах. Это если говорить об обществе вот в целом, потому что в целом я хочу сказать, что, ну, граждане наши более-менее толерантны, и сейчас вот эти сложные ситуации, в которой мы все находимся, и солидарность всеобщая, она работает как раз скорее вот на такую, на консолидацию, на взаимопонимание и на укрепление толерантности. Хотя у нас есть ситуация, когда, я о ней скажу, потому что это случай такой, ну, в принципе, вы знаете, да, что несовершеннолетних задерживали во время акций, несовершеннолетние были подвергнуты жестоким пыткам, и у нас есть такой кейс, несовершеннолетний Рома, ему было 17 лет, сейчас уже 18 лет, но он был подвергнут, ну, самым вот жестоким пыткам, он был задержан 10 августа. То есть самый-самый разгар событий, и он в очень плохом состоянии до сих пор находится. Как раз мы сегодня обсуждали с сотрудниками ЮНИСЕФ о возможности помощи, возможности вот работы кризисного психолога с семьей, с этим мальчиком, и его мама и его сестра рассказывали ситуацию, и если вы были там вот подокрестина в эти дни, вы, скорее всего, видели, там была семья Ромов, которая, ну, она была и в кадрах у журналистов, и вот это была наша семья, которая мне потом мама рассказывала, что она получила помощь и поддержку от волонтеров, и она говорит, я даже не ожидала, вот как раз ее и на работу не брали, и смена не хотела с ней вместе выходить, потому что говорили, это цыганка, ты украдешь, мы не хотим с тобой общаться. А теперь она получила такой, как это сказать, несмотря на то, что ситуация была очень печальная и травматичная для этой семьи, ну, не только для этой семьи, но для нас, для всех были эти ситуации очень травматичные и остаются до сих пор травматичными. Она сказала, что она получила такой, как бы, заряд вот солидарности. Она сказала, что лучше всего, конечно, было работать с волонтерами и с правозащитниками, потому что они делились всем, они очень помогли, это на самом деле им большое спасибо, там низкий поклон, если среди вас есть те, кто помогали, это просто неоценимая была помощь. Но она отметила и другое, она говорит, было очень много людей, которые привозили еду, там какое-то питье, и если люди появлялись просто со стороны, это не были волонтеры, они старались групп ромов обойти стороной. И она говорит, это было очень заметно, и это было очень неприятно. Наконец, одна из женщин, которая тоже ждала кого-то из родных, кто был на окрестина, стала ей тоже на каком-то этапе, потому что это все несколько дней продолжалось, стала ей высказывать, что вы, цыгане, сидите по домам, наши мужчины герои, а мы сражаемся за свободу, а вы только все ходите и все время вам помогай. Рада, так зовут эту женщину, она сказала, я поняла, что я не должна с ней ссориться, я не должна вот как бы реагировать нервно, это была ситуация сама по себе очень такая тяжелая, травматичная. Она сказала, я постаралась ее обнять и ей сказать, знаешь, мы все здесь в такой ситуации, мы все едины, и если я могу чем-то помочь, давай я тебе помогу. Ну то есть вот эта ситуация, какой бы травматичной она ни была, она была уроком и для ромских семей, и мы с ними обсуждаем вот эту ситуацию, и я всегда говорю о том, что необходимо быть более открытыми к другим людям, и необходимо самим быть готовым прийти на помощь. То есть вот я говорю здесь, видите, о каких-то таких, как бы ромофобия есть, да, но она вот в определенные моменты срабатывает, когда все хотят солидарности и консолидации, это работает как раз нам на сплочение. Еще я должна здесь сказать, что у нас до сих пор продолжается этническое профилирование ромов со стороны органов МВД, и парень, которого задерживали, он не был участником протестных акций, он просто перемещался на машине с другими старшими друзьями, ну эта ситуация такая обычная, вытащили из машины, был избит, запихнули в автозак, привезли на Крестино, там просто вообще продолжался настоящий ад, и парень был свидетелем изнасилования мужчин. В общем, вот это была, ну, очень травматичная ситуация, и что я стала говорить, и его, мы его спрашивали, ты говорил о том, что ты несовершеннолетний, ну вы знаете, да, что эта информация никого не останавливала вообще-то в эти дни, но наш парень говорил о том, что при заявлении о том, что я несовершеннолетний, у него при себе есть паспорт, его били еще сильнее. Когда говорил о том, что он Рома, и он готов, вот, пожалуйста, есть телефоны представителей, там, руководители ромской диаспоры, свяжитесь с ними, били еще сильнее. Но вы, если следили за прессой, вы наверняка слышали и видели такую информацию, что когда появлялись, над гражданами Израиля издевались. С формулировками, ты там обрезанный, мы сейчас посмотрим там, или что-то еще такое сделаем, то есть, то есть, этническое профилирование есть, и оно существует, и как раз этой ситуации, ну, позволили выплеснуться самым низменным таким вот инстинктом, которые были у тех садистов, которые задерживали этих людей. Кроме того, я еще должна сказать еще об одной вещи, которую я вот даже, даже вот, скорее, я бы связалась с тем, что у нас из рук вон плохо поставлена в стране работа самих управленцев, кто должен заниматься работой в сфере религий и национальностей. Если еще, ну, сейчас Наташа не даст мне соврать, да, Наташа Васильевич меня слушает, но если мы еще, знаете, лет там 10 назад видели каких-то чиновников, которые имеют образование, скажем, ну, имеют представление о том, чем религиозные группы отличаются друг от друга, и что ромы не живут как во времена Будулая, там, ну, по крайней мере, у них какое-то было минимальное образование, то сейчас в эту сферу приходят люди, которые напрочь лишены вообще каких-либо следов вот такой интеллектуальной деятельности, в этой сфере, они отсутствуют. И, к сожалению, это играет, вот каким образом это негативно сказывается. Допустим, ну, ромы не во всех случаях имеют локальные такие, как бы сказать, да, не в всех случаях локально, да, размещены, локально территориально размещены. У нас есть вот примеры, когда семьи, многодетные семьи, когда, ну, по причине многодетности там давали не квартиры, а дома, использовали там материнские капиталы, что-то строили, либо местные органы власти предоставляли жилье. У нас вот есть несколько таких случаев, когда, с одной стороны, местные власти хорошо сделали, то есть семью заселили в дом, в сельскую местность, Гродненская область, но там оказалась сельская местность, деревня вся очень-очень сильно католическая, с устойчивыми такими традициями, с устойчивой коммуникацией. Ромская семья не вписывается в этот вот самый культурный ландшафт. И несмотря на то, что и в школе, и как бы там сельсовете, семью нормально принимают, местное население категорически не хочет общаться, просто категорически не хочет общаться. И кроме того, даже запрещает детям общаться с детьми вот в этой семье. И я почему заговорила о том, что из рук вон плохо поставлена система управления. Если бы она была поставлена по-нормальному, можно было бы провести какую-то работу медиатора, работу разъяснительную, найти какие-то точки соприкосновения, рассказать там сотрудникам сельсовета, хотя это не задача сельсовета, понимаете, налаживать с ними вот какие-то контакты. Но, по крайней мере, можно было бы кого-то видеть из управленцев, провести какой-то тренинг, настоять на нем, показать, как можно убавить вот этот градус напряженности в конкретном населенном пункте. Как сейчас этим быть, мы не знаем. Мы, конечно, как гражданская инициатива, пытаемся разговаривать и с теми, и с другими, и в школе, и в сельсовете. По большому счету, это не очень дает, это не очень эффективно. И я так очень надеюсь, что, наверное, на следующем этапе развития нашей страны мы сможем это сделать вместе и наладить вот эту работу, в том числе по обучению управленцев. Ну и в завершении я вам хотела просто, чтобы вот сейчас уже вас больше собралось, я вам хотела рассказать напоследок одно из схем, которое используется в работе с, которое используется недобросовестными предпринимателями, когда нанимают на низкоквалифицированную работу, чаще всего нанимают представителей невидимых групп. Ромов, оказывается, довольно часто таким образом нанимают, без официального оформления. Вот смотрите история. Те, кто из вас работает с инвалидностью, с многодетными матерями, с несовершеннолетними, может быть, так же, с другими категориями, может быть, с ментальной инвалидностью, посмотрите, подумайте, с бездомными, это практически, наверное, ну это точное будет попадание в эту категорию. Смотрите, как выглядит сама схема. Мы схему эту поймали в Бобруйске, ну выглядит она так. Вот есть супермаркет, который имеет контракт с клининговым агентством. Клининговое агентство нанимает на работу энное количество там женщин, чаще всего женщин нанимает, чаще всего нанимает по сарафанному радио. То есть есть какой-то рекрутер, какая-то Маша, Таня, чей только телефон известен. Нанимает, нанимала такая, такой рекрутер, нанимала женщин в нашей известной Титовке, где вот, ну, собственно, вы знаете, да, что он там около двух тысяч ромов проживает. Это черта Бобруйска. Значит, тут нанимают женщин на работу. Женщины используют таким образом, что женщины работают, после пяти часов их запускают на работу, когда администрация в магазине отсутствует. Женщин не заставляют, или вернее, говорят так, хотите оформить санитарную книжку, ну, пожалуйста, оформляйте, хотя они обязаны иметь санитарную книжку. Нашим женщинам администраторы в магазине говорили, что вас обманывают, не ходите туда работать. Это не первый случай, вас обманывают. Но, знаете, надежда умирает последней. Тем более, обещали зарплату 700 рублей. Таким образом, женщины у нас проработали почти полгода. В лучшем случае, они видели зарплату 50-100 рублей. Они предоставляли все документы, паспорт, ну, паспортные данные, конечно, где договор, им говорили, договор еще из Минска не привезли. Ой, машина по дороге сломалась, и таким образом она ехала целых 4 месяца. Обратите внимание на эту схему, потому что схема откровенно, откровенно здесь идет речь о работе, о такой сегрегации определенной группы по определенному признаку, зная заведомо, что эта группа не будет жаловаться из-за своих каких-то обстоятельств, из-за каких-то своих особенностей, она недостаточно хорошо посвящена в особенности трудового кодекса. И таким образом, вот за небольшую работу можно иметь, за небольшие деньги можно иметь у себя, скажем, в рабстве, ну, вот какое-то энное количество работников, которые по бумаге отлично проходят, но фактически являются такими мертвыми душами, на которые, наверное, начисляется зарплата, но зарплата не доходит. Когда мы пытались, когда мы по следам, раскрутив просто вот всю эту историю, это как раз было в начале августа, потом не смогли, ну, в силу известных вам причин, мы вот как бы, да, и дефолта правового, мы не смогли дальше с ней работать, с этой историей. Но когда пошли в инспекцию по труду обращаться, ну, сложилось впечатление, что инспекция по труду знает все эти обстоятельства. То есть помимо откровенно дискриминационной практики, там, скорее всего, есть и коррупционные, и вообще эти деятельности, эта деятельность граничит вообще с торговлей людьми, если так вот на самом деле называть вещи своими именами. Поэтому я просто подозреваю, что из-за вот такой, как бы, когда общались даже с руководителями этого клинингового агентства, они сказали, а что мы тут нарушаем? А мы ничего не нарушаем. Смотрите-ка, они сами пришли, мы им тут даже хорошее дело сделали, даже целых 50 рублей заплатили за месяц работы. Ну, пока правовой дефолт, поэтому, к сожалению, мы эту деятельность докрутить до конца, дожать ее мы не сможем. Но я призываю вас всех просто пообщаться со своими целевыми группами и подумать, и вполне вероятно, эта схема работает в отношении других целевых групп, и тогда давайте думать, что с этим будем делать. Потому что трудовое законодательство довольно запутанное, малопонятное, особенно для лиц, которые имеют там определенные ограничения по инвалидности или по многодетности, допустим. Давайте совместными усилиями подумаем на эту тему. Ну и я, может быть, вот сейчас вот закончу, да, может быть, на вопросы ваши поотвечаю. Извините, что немножко сумбурно. Да, большое спасибо, Наталья. Да, я немножко сейчас, чтобы сильно с тайминга не выбиваться, попрошу, да, сильно не затягивать следующее выступление тоже. Ой, ты очень хорошо. Да, да, я просто хотела обратить внимание про то, что действительно очень важные вещи сейчас прозвучали, и про то, что мы видим, что часто, да, вот эти представительства разных групп накладываются, да, что здесь скомбинируют не только потому что Рома, а потому что это женщины или там с бедных семей, да, и мы слышали историю о девочках. То есть очень много разных факторов, на которые стоит обращать внимание. Я думаю, что все мы помним еще недавно историю как раз про ромское профилирование, про Могилев, когда после самоубийства сотрудника ГАИ там задержали большое количество, и как это все оправдывалось, и, к сожалению, я тоже часто все еще вижу, как на улицах людей проверяют паспорта только потому, что они ромской внешности. Конечно, это не хотелось бы, чтобы у нас такие тенденции были, то есть действительно есть много над чем работать, и жалко, да, что не всегда все вопросы. Настя, можно я еще буквально одну-одну ремарку? Сейчас мы заговорили про, я говорила про солидарность, про там, вот есть очень много групп в соцсетях, и, к сожалению, появляются такие высказывания, типа называются фамилии, скажем, руководителей МВД, с комментариями, убирайся там, ты ассетин, ты там чеченец, убирайся в свой аул. Ну, коллеги, мы с вами все-таки являемся носителями ценностей, и мы все-таки приверженцы, да, прав человека. Если вы видите такие комментарии, пожалуйста, делайте замечания. Если вы модератор какой-то группы, пожалуйста, снимайте такие комментарии, потому что мы все прекрасно знаем, и в Осетии, и в Чечне, и тоже есть правозащитники, и есть люди, которые тоже терпят от режима. Поэтому, если эти люди совершили преступление, будем называть вещи своими именами, так об этом и пишите. Не указывайте их этническую принадлежность, это некорректно. Ну да, абсолютно согласна. То есть, я тоже соглашусь с этим. Ну и, кстати, про ромофобию самого главного руководителя, как раз очень часто пишут, что он как раз… Наташа, я хотела про это сказать, я уже просила журналистов, пожалуйста, убирайте эти комменты. Во-первых, это неправда. Вот это неправда, да. Во-вторых, понимаете, что Ромы, сейчас вот старшие, старшие Ромы очень тоже обижаются, когда видят такие ремарки, они говорят, что даже в советские времена они жили лучше, и не было таких облав на улицах, они образование имели. Сейчас, вот сейчас, до 15 ноября работает музей войны, выставка «Кто ты народ, Рома?», выставка баннерная с интервью свидетелей Холокоста. Очень-очень такая трагическая, травматический такой материал, и было много вот пожилых людей на открытии, и они говорили, что сейчас ситуация, она похожа на ситуацию Холокоста. То есть один в один, понимаете, старшие люди стояли, плакали и говорили, что никогда такого не видели, и не думали, что подобные вещи они будут переживать. Поэтому, ну, понимаете, да, про что я говорю? А вот эти комментарии, сложитесь бароны и уберите вашего этого, ну, извините, тоже за гранью. Да, я могу тоже небольшую ремарку совсем быстро сказать. Мы делали мониторинг языка вражды некорректной лексики на фоне избирательных процессов, то, что происходило, вот там, месяц июля до выборов, и там, мы обычно не нашли языка вражды в самих обычных публикациях, но вот в комментариях достаточно много, именно по этническим причинам очень много оснований, и это, очевидно, такая вот важная группа, почему мы всегда просим обращать на это внимание. Поэтому, да, спасибо вам большое. Тогда, если будут какие-нибудь комментарии, можете тоже в чатик еще писать чуть позже, попробуем на что-то поотвечать. Я бы хотела передать сейчас слово уже дальше, чтобы мы сильно не выбивали из графика, так что спасибо большое. А дальше я бы хотела попросить журналистку Евгению Долгую рассказать про тот опыт, про то, что она знает о дискриминации подростков, которые живут с ВИЧ, в чем может быть специфика и особенность. Женя, тебе слово. Всем здравствуйте, как меня слышно? Все хорошо. Все хорошо. Меня зовут Евгения Долгая, и с недавнего времени я работаю с подростками. Я как консультант по связям в позитивном движении. Позитивное движение — это организация, которая занимается ВИЧ-положительными людьми и людьми, которые употребляют наркотики. Вот. И, как известно, ну, как известно, к сожалению, жизнь сложная штука, и так получилось, что большинство подростков сейчас, которым уже от 16 и выше, это люди, которые рождены от наркозависимых людей. Ну, это я говорю про тех подростков, с которыми я работаю, их очень много, от наркозависимых людей, которые вовремя не обратились за лечением, которые не знали даже про лечение, которые, опять же, дискриминация, вот вы говорили про наслоение, да, так и здесь наслоение было. Наслоение в том, что человек наркозависимый, женщина наркозависимая, она стеснялась пойти, сдать там тест на ВИЧ, получить лечение, и в итоге вот ребенок родился с ВИЧ-положительным диагнозом. В основном, стоит отметить, что только с недавнего времени на самом деле появилась такая практика, чтобы инфекционист при рождении ребенку брал анализ. На самом же деле, еще там 15-16 лет назад на это как бы забивали, особенно в регионах врачи, и большинство вот подростков, с которыми я работаю, они узнали о своем ВИЧ-положительном диагнозе только спустя, ну, 11 лет, многие спустя 8 лет. То есть они узнали об этом тогда, когда совсем их здоровье было никакую, чем они попадали в больницы, в инфекционке совершенно с тяжелым каким-то диагнозом. Вот. И с чем сталкиваются подростки? Подростки сталкиваются, в первую очередь, с неведением. С неведением, что им делать дальше в этой жизни? Они не знают, как строить семьи. Для них это пугающая штука. Большинство из них из регионов, и, как они говорят, 1 декабря проходит день борьбы со СПИДом. Мы-то знаем, что у нас там с диагнозом творится. А в школах одно и то же повторяет то, что уже неактуально, уже много-много лет. Поэтому, чтобы как-то улучшить ситуацию, мы недавно с ними подготовили даже альтернативу вот этим старым буклетам, которые во всех школах, на сайтах школах висят. Это информация, которая давным-давно устарела. И подростки даже сами со своим дизайном, со своими там историями подготовили эти буклеты, чтобы развесить, ну, в школах. Ну, потому что они говорят, невозможно уже смотреть на эту информацию, которую вот происходит. Подростки не знают, что им делать с тем, кому можно говорить о своем диагнозе, кому нельзя говорить о своем диагнозе. Почему? Потому что у нас есть статья в Уголовном кодексе заражения, намеренное заражение. И вот они говорят, вот стоит ли, даже если у меня вирусная нагрузка там нулю равна, стоит ли говорить своему партнеру о том, что у меня положительный диагноз. А вдруг он там всем там расскажет про это. Также этим летом у меня была очень такая, как сказать, очень травматичная, но и очень полезная работа с ними. У нас была школа лидерства, лагерь. Были подростки с диагнозом, все со всей Беларуси, но их было около 20 человек. И это были разновозрастные, на самом деле, дети. Ну, в основном, самому младшему было 12 лет, самому старшему было 17 лет. И еще с чем мы столкнулись, еще столкнулись с тем, что, опять же, у многих есть родители, а у многих уже нет родителей. Ну, как бы трагичная судьба у каждого из них. И у кого есть родители, родители им не говорят про то, что, ну, да, вот у меня там был ВИЧ-положительный диагноз, я там из-за какого-то страха, из-за страха той же дискриминации вовремя не обратился. Родители начинают обвинять в этом врачей. Ну, то есть им легче, детям легче думать и принимать какую-то выдуманную правду. Вот в чем дело. И, ну, мы столкнулись как бы с тем, что в основном ВИЧ-положительные подростки, которые, я говорю про белорусский, именно про белорусский, в которых вот диагноз с самого рождения стоит, они столкнулись с очень сильной обидой еще. И у них эта обида на родителей такая, что они говорят, нам же ведь не дали выбора, нам не дали выбора выбирать. То есть у родителей, они там получили этот диагноз, у них был выбор, там, лечиться, например, да. А тут ты сразу рожден, и они не видят будущего. Вот мы даже проводили такой эксперимент, что я им дала по листику бумаги, говорю, пожалуйста, ну, напишите, каким вы видите дом своего будущего. Просто опишите, даже пишите, какого цвета стены, диван, паркет, потолки, неважно, сколько стен в вашем доме, либо квартира, это неважно. Слушайте, ну, из 18 человек только двое представляли вот детальное проявление дома, остальные своего будущего не видели. И так как у них, опять возвращаясь к тому, достаточно трагичная судьба, это смешано с домашним насилием, с наркозависимостью, это наркофобией, это смешано с дискриминацией тоже, ВИЧ. Вообще, мы нашли такой вот интересный способ делать такую низовую достаточно, у нас инициатива низовая, и мы стали связываться с преподавателями с различных школ, и мы стали с ними проводить тренинги. То есть сами подростки стали обучать преподавателей. И это очень классно, такой вот, они задают им прям в лоб неудобные вопросы. Вот садятся два подростка перед преподавателем и говорят, слушайте, вот, я там, меня зовут так-то, так-то, у меня ВИЧ с рождения, а что вы знаете про ВИЧ? И они давай задавать вот преподавателям, и в основном преподавателям, которые занимаются вот на 1 декабря в школах там распространением вот этой вот организации, вернее, мероприятий, дни борьбы со СПИДом, вот, и они задают такие вот вопросы, прям вот реально вот такие в лоб, то есть там, вот как вы считаете, там, как от матери там передается к ребенку, а если там мать будет пить терапию, будет ли ребенок там болеть, да? И мы столкнулись просто вот просто с ужасающим каким-то неведением, незнанием, да? Потому что, ну, такие были вопросы какие-то, ой, ответы какие-то, ну, такие наивные, то есть видно, что в школах проседает вот это вот и в образовательных учреждениях очень сильно проседает вот этот вот образовательный процесс именно знаний ВИЧ. Я уже молчу про какую-то дискриминацию. Возвращаясь к тому, что в регионах это большая проблема, это очень большая проблема даже в том смысле, что, ну, например, возьмем маленький город, Светлогорск, где большая часть наркозависимых людей, каждый знает друг друга, то есть, понимаете, выросло уже поколение с 2000-х годов, когда был наплыв наркотиков очень сильный и был наплыв там, ну, употребление наркотиков, выросло уже поколение, то есть этим людям же по 20 лет, детям этих людей, которые употребляли наркотики. 20, ну, это меньше. И все друг друга как бы в городе знают. И у нас вот есть, например, девочка, которая столкнулась с тем, родители умерли от передозировки, в школе все знают про ее диагноз. Так как медсестра, ну, ничего плохого не видит в том, чтобы там положить справку на виду у всех, что там написан диагноз. Понятное дело, что медсестру накажут, ну, а ребенку-то куда деваться? Вот она сейчас вот в 10-м классе, и она не знает, что делать ей с дальнейшей жизнью. То есть ее там с первого класса каждый день дергают, 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 и нет вот этой вот, как сказать, решения в маленьких вот регионах. Поэтому я на самом деле даже удивлена масштабу этой проблематики. Почему? Потому что эти дети находятся в каком-то замкнутом кругу. У них замкнутый круг проблем. Во-первых. Во-вторых, у нас в законодательстве не каждый там ребенок может там заниматься спортом. Если, например, у ребенка вещеоположительный диагноз, он там не может заниматься каким-то видом спорта. Ребенок не может пойти в медицинский университет учиться. То есть это такая, какая-то дремучая реальность. То, что он ребенок, никого не волнует, что ребенка нулевая вирусная нагрузка, он, то есть, всегда принимает терапию, он не может быть заражен или заразить кого-то другого. То есть у него просто он может заниматься спортом, он может выглядеть хорошо, он может учиться хорошо. У нас законодательство изначально не дает права этим детям заниматься тем, чем они хотят. Если раньше даже была проблема, в детских домах была жесткая проблема, вот у нас были дети, вот у нас была девочка, ей 13 лет, она сейчас живет в приемной семье. У нас была проблема до... Буквально год и два назад она уже решилась, но была проблема в том, что нельзя было усыновлять детей с очень положительным диагнозом. Вот у нас была девочка, которая столкнулась с дискриминацией в детских домах. Закрытые учреждения – это всегда очень жестко. Это жесткая реальность. И мне очень хочется, чтобы об этом больше говорили, больше писали, потому что все-таки это наше будущее. От этого будущего зависит наша старость. И мне кажется, об этом нужно и нужно и нужно говорить. И пока вроде бы там инфекционисты, те же региональные, идут на связь, рассказывают, что есть такой вот ребенок, выходите с ним на связь, работайте с ним там с ним. Но сколько мы детей еще не знаем, сколько типа их как бы еще возрастет. Поэтому вот пока что вот как-то так. Вот завтра, кстати, вот будет круглый стол, где дети будут готовить вот эти вот вопросы и комитеты образования будут вызывать на разговор с ними, потому что вот так, что это проблема, несмотря на 2020 год, она существует. И это проблема к образовательным процессам, к становлению будущего, к психологическим процессам, к процессам тому, как ребенку все это пережить и как вообще им можно. То есть они лишены права выбора, и это дает о себе знать. То есть они, многие из них готовы выбирать. А, значит, по законодательству вот так вот так вот можно, значит, я с этим смирюсь. А мириться с этим нельзя. И мне кажется, вот в этом вопросе нам нужно постоянно выводить на какие-то открытые диалоги и на открытые решения. Как-то так. Надеюсь, я вас не утомила. Спасибо большое за то, что ты рассказала, за твой личный опыт и подходы. И правда, это очень важная тема. И, к сожалению, жалко, что они всегда достаточно уделяют внимание. Спасибо большое. Опять же, напоминаю, что если есть какие-то вопросы, можете писать в чатик. Попробуем тоже на что-то отвечать. Я тогда предлагаю перейти дальше. И следующий спикер, который попросил рассказать про дискриминацию по признаку религиозных мировоззрений, может быть, и так это сформулировать в более широком смысле. Это эксперт к инициативе форума. Наталья Василевич, тебе слово. Здравствуйте все. Вообще, я скажу так, что тема для дискриминации для религиозных сообществ очень актуальная, но часто она актуальна как раз в другую сторону. Религиозные сообщества считают, что повестка антидискриминационная, дискриминирует их, право на выражение мнений, право иметь какие-то воззрения, особенно по вопросам гендерной иерархии, сексуальности, сексуальной ориентации. Поэтому у религиозных организаций очень тяжело идет взаимодействие с этой темой. Но, безусловно, и религиозные организации не только в этом случае, когда они заявляют о дискриминации, очень часто это именно заявление о том, что нам не дают верить в то, что мы хотим, и высказывать то, что мы хотим, и поступать так, как мы хотим. Но, я не знаю, мы можем к этой теме вернуться, поговорить о реальной дискриминации, с которой сталкиваются, в Беларуси сталкиваются все, и не только представители религиозных меньшинств, те, которые находятся в меньшинстве, но и представители основных крупных конфессий. Почему? Во-первых, потому что право на свободу совести в Беларуси ущемляется для всех. И если в какой-то момент чье-то право не ущемляется, это не значит, что отсутствует потенциал для ущемления этих прав. Просто для разных конфессий, скажем так, ранжирован способ дискриминации со стороны государственных властей. Главным образом, это агрессором, скажем так, субъектом дискриминации выступают государственные власти. Мне кажется, мы уже ушли от дискурса, вот по крайней мере те материалы, которые я читала. Раньше, помните, были такой сект, и вот все это очень было популярно, когда там все боялись всяких сект. Но сейчас, в принципе, тема вот этих сект и всего остального, она ушла из такой публичной сферы. Уже никто не боится каких-нибудь баптистов, или там кришнаитов даже, скажем, как-то в обществе эта тема, она более-менее снялась. Но государство продолжает рассматривать религиозные организации как сферу своей деятельности и таким образом дискриминирует. Само по себе то, что существует разные, то есть в Европе, например, существует разная государственно-конфессиональная система и, в принципе, ничего страшного в том, что какой-то религиозной организации отдается предпочтение, нет. То есть само по себе это не является дискриминирующим фактором про это как бы, то есть если страна, ну, то есть какая-то церковь, она имеет там, допустим, как в Германии две крупные церкви, протестантская и католическая, у них есть свои отношения с государством, например, государственный налог платят религиозный или там в многих странах существует отношение с Ватиканом, заключается конкордат, который особым образом регулирует отношения между католическим сообществом и государством. То есть само по себе это не является дискриминирующим фактом, хотя, безусловно, создает какое-то поле для дискриминации. Но пока права других сообществ или других верующих, принадлежащих другим конфессиональным традициям не нарушаются, вот какой-то есть минимальный стандартный набор этих прав, то вот эти преференции, они в принципе как бы с ними можно жить и они возможны и как бы дискриминационными не являются. Но, с другой стороны, в Беларуси действует система привилегий, которая заменяет систему права. То есть вместо того, чтобы предоставлять личностям, индивидуальным верующим и сообществам права, государство предоставляет им привилегии, ограничивая, то есть она ограничивает их права, а вместо прав предоставляет привилегии. То есть это как бы милость государства, вот мы сегодня вы нам нравитесь, мы вас туда позовем, покажем по телевизору, но даже вот отец Федор Повный, скажу, есть такое священник, который очень дружил с президентом. Почему дружил? Потому что он везде был на телевидении, он всегда высказывался во всех передачах, а вот уже месяц как его передач сняли просто с телевидения без всяких объяснений, просто одно воскресенье его передача не вышла в эфир и все, и на этом все прекратилось. То есть вот эту привилегию дали, эту привилегию забрали и ну как бы государство таким образом выступает вот это один момент. Второй момент это отношение между конфессиями. Очень часто сами религиозные организации для того, чтобы сохранить там, не знаю, свою, вот есть такое понятие прозелитизм, я не знаю, слышали вы или нет, это понятие специально притомили православные и в меньшей степени католики в Восточной Европе для того, чтобы каким-то образом мотивировать ограничения прав новых религиозных организаций, для того, чтобы они не могли верующих крупных конфессий к себе переводить. очень часто бывает, что сами эти конфессии большинства не справляются, у них нет пастырских ресурсов каких-то, у них нет какого-то миссионерского потенциала, и они хотят, чтобы их верующие оставались их верующими, просто ограничив миссионерскую деятельность для других организаций. И это тоже очень проблемный вопрос, потому что эти организации, которые этого хотят, они себя позиционируют как жертвы дискриминации, и просят у государства защиты себя как бедненьких и несчастненьких, которые не справляются с удержанием своих прихожан, и злые плохие люди из-за границы тоже позиционируют другие религиозные организации как нетрадиционные, они приезжают и наших верующих похищают, как волки рыкающие там ходят по границам и наших верующих себя переводят. То есть такой есть способ, и действительно закон 2002 года, тот дискриминирующий ограничивающий закон, он был принят фактически при такой поддержке, гласной поддержке православной церкви и негласной поддержке католической церкви, потому что обе конфессии они хотели остановить рост конкурентов протестантов. И вот эта вот часть меня больше всего интересует, потому что я кроме того, что правозащитник, еще и богослов, мне кажется, что для того, чтобы многие вопросы по дискриминации, они должны сниматься вот этим повышением осведомленности и повышением сознательности самих религиозных организаций, религиозных сообществ о том, что собой представляет дискриминация, что такое справедливость, что такое равенство конфессии перед законом, вообще в чем содержание права на свободу религии, вот, и для того, чтобы сами религиозные сообщества, они выступали не, то есть в этом вот взаимодействии внутри этого религиозного поля, они выступали не как те, кто хотят себе просто побольше урвать, ну, каких-нибудь привилегий, да, защитить себя как можно лучше за счет других, но нужно понимать, что это как бы общий такой социальный процесс, вот, который, ну, в котором мы сами заинтересованы, даже если вот сегодня мы там в большинстве, ну, то есть мы каким-то образом должны этот потенциал переводить в то, чтобы самим становиться агентами вот этой вот там свободы совести, не дискриминации других, да, то есть не пытаться использовать государство как инструмент для каких-то реализации своих интересов за счет кого-то другого, вот, и мне кажется, что это как бы приоритетное направление в Беларуси, потому что среди религиозных организаций, конечно, если ты религиозная организация, которая мало от государства получает, там, если ты там протестантская церковь маленькая, то ты это давление все равно будешь чувствовать и как-то защищать свои права, но если ты имеешь какие-то привилегии, то ты можешь не всегда будешь в этом заинтересован, хотя внутри самих религиозных организаций тоже существует как бы проблема, потому что также какие-то внутри церковные группы, они пытаются использовать государство уже для реализации каких-то там своих, ну, а государство пытается использовать руководство церковных организаций для того, чтобы какие-то группы заткнуть, например, да, вот сейчас в связи с нашим политическим кризисом у нас пошел вал, ну, как действуют государственные органы против тех священников, каких-то публичных лиц церковных, которые высказываются в поддержку новых выборов и вот этой вообще повестки демократического сообщества, они католиков, они просто звонят им, из разных органов, проверяющих, да, начинают санстанции, заканчивая КГБ, вот, а православным они звонят руководству епархии и говорят, что если ваши батюшки не заткнутся, ну, проблемы будут у вас всех, вот, и тогда уже руководство вызывает этих батюшек и говорит, лучше помолчите, ну, не подставляйте нас, вот, и, скажем, вот, репрессивная эта система, ну, мне кажется, что во многом это, то есть, у нас же часто говорят, что белорусы молодцы, такие толерантные, у них все в плане религии довольно так межконфессиональный мир и стабильность, но на самом деле мы видим, что сейчас особенно государство использует, ну, то есть, использует какие-то противоречия, то есть, подогревает противоречия, что на самом деле этих противоречий не было, но для того, чтобы, как-то, не знаю, внести какую-то сумятицу в религиозную сферу, они эти противоречия подогревают, вот мы заметим, да, как вот была встреча Лукашенко с митрополитом Вениамином, и он вроде как митрополита хвалил, но он там, там прям намекает, так что, ну, знаете, вот у нас один уже тут высказался, и теперь в Польше сидит и не может въехать, ну, то есть, он не говорит, что «вы козел митрополит», про Кондрусевича он может, то есть, вот эта дискриминация, да, что Кондрусевич он может сказать открыто, что Кондрусевич агент влияния, и мы его никуда не пустим и накажем, вот, а митрополит, Вениаминный, он не может так открыто сказать, поэтому он на примере Кондрусевича намекает ему о том, что с ним может быть, да, если что, и мы видим, что даже там, допустим, снятие руководителя церкви митрополита Павла, оно тоже произошло как будто бы по его согласию, то есть другой механизм был, то есть это не всегда видно. Мне очень часто говорят, что, допустим, православная церковь у нас не является жертвой каких-то там ограничений или какой-то дискриминации по отношению к ним, но на самом деле православная церковь находится в такой какой-то странной ситуации, она является жертвой, просто методы по дискриминации ее, по нарушению права на свободу совести, они просто более хитренькие, потому что другим способом они организуются. Потом вот эта связка, которую делают постоянно, то есть католики-поляки, Кондрусевич ездил в Польшу, он там получал от польского правительства, то есть это уже давно никакой правдой не является, никак не соответствует действительности, клир католической церкви давно не состоит из поляков, но государство все равно выгодно, каким-то образом представлять католиков как каких-то поляков. То есть я считаю, что режим политический в Беларуси вот за этими всеми штуками он стоит. То есть он сейчас отошел от этой сектантской риторики, она ушла тоже из общественного дискурса, но он ввел вот эту риторику, ну скажем, лояльности западных иностранных центров, ну скорее вот в этом контексте он продвигает вот это разделение, и я надеюсь, что мы как-то сможем преодолеть, но я считаю, что в принципе церкви, они пока еще не находятся в том, на том уровне развития, скажем так, когда это будет все легко и просто. То есть это одно из таких слабых звеньев демократического общества, вот, и нужно нужно продвигать какие-то вопросы, плюс еще государство сейчас, у меня еще есть время, или я уже совсем выбрала, то есть есть всякие, ладно, ну про манипуляции, которые сейчас в конституционном процессе, я не знаю, я может не совсем про то говорю, но мне кажется, что это все вещи связанные, что как легко манипулировать, ну потому что дискриминация это по большому счету стереотипы, это создание стереотипов, как бы подкрепление этих стереотипов и какая-то политические результаты этих стереотипов, да, вот мне кажется, что созданием стереотипов целенаправленно занимаются государственные, как бы, государственные власти, да, я не хочу даже называть их государством, потому что вот они этим занимаются целенаправленно, да, и поэтому главной вот проблемой в этой сфере, мне кажется, является политика и дискурс государственных, опять, государственных, ну, властей, короче, отлично. Супер, спасибо большое, Наталка, я в свое время тоже была очень впечатлена, когда узнала вообще процедуру, как у нас регистрируется религиозное сообщество, насколько это сложно, вот про разный подход, что там, что есть традиционный, который регистрируется по одной процедуре, немножко другая процедура ко всем остальным, и что насколько там есть прям целые большие религиозные группы, которые в принципе так и не могут нормально регистрируются в Беларуси, и осуществляют легально свою условно-религиозную деятельность, и про эти все преследования, это правда всегда для меня было очень странным, что понятно, что вот это ограничение свободной ассоциации в целом, которое есть в обществе, оно очень сильно нас отрагивает и религиозное сообщество, это то, к сожалению, про что не все знают, и я даже с этим столкнулась, когда мы делали буклет про дискриминацию, попросила фото там одного фотографа, который фотографировал кришнаитов, и рассказала про что буклет, а он так удивился, говорит, что у нас кришнаитов как бы дискриминируют, и есть такие примеры, и вот я ему начала что-то показывать, рассказывать, в общем-то про то, что да, это многие вещи, про которые люди не замечают. Да, но еще скажу, что государству выгодно, чтобы вся религиозная сфера, она была организована в таком пирамидальном виде, то есть вот эти общины какие-то там индивидуальные, автономные, ну, они пытаются загнать всех как бы в какую-то большую структуру, и потом работать вот с этим вот главным чуваком, который несет ответственность за все эти, ну, то есть специально создают такую систему, то есть главным критерием для государства является контролируемость, да, то есть контролируемость какой-то сферы, вот, и, ну, они, конечно, государство заинтересовано в манипуляциях и в это, вот, поэтому главное работать с этими религиозными организациями, они могут быть агентами изменений, скажем так, также в этой сфере, вот, и я надеюсь, после нашей победы мы сможем это, мы быстро, мы быстро учимся, мы белорусы, как показала в этом, мы что-то быстро учимся, вот, не всегда хорошо, хорошо, но быстро. Супер, спасибо большое за такой оптимизм, Наталка. Давайте тогда перейдем дальше, чему мы еще можем учиться. Я бы хотела сейчас передать слово Юлии Степняк, это волонтерка ЮНИСЕФ в Беларуси, студентка-активистка по правам молодых людей с инвалидностью. Юля, передаю тебе слово. Добрый вечер, я очень надеюсь, меня хорошо слышно. Да, все слышно. Тогда я для начала опять-таки представлюсь, но немножко с другой стороны. Да, мне 19 лет, и у меня первая группа инвалидности, я передвигаюсь с помощью инвалидной коляски, здесь просто не видно, поэтому я на этом, на самом деле, акцентирую сегодня внимание. Но несмотря на свой диагноз, на самом деле, с чего вообще хочу начать, это со своего опыта, вообще жизненного, и как я столкнулась с дискриминацией в своей жизни. Несмотря на свой диагноз, у меня за плечами, на самом деле, не только обычная школа, но еще и художественная школа, и также я занимаюсь плаванием каждое воскресенье уже на протяжении 12 лет, благодаря чему, несмотря на то, что я не хожу, я плаваю. Так, на данный момент я училась в Минском радиотехническом колледже, также у меня за плечами курсы программирования, и знаете что, с детства я всегда мечтала стать журналисткой, хотя так получилось, что в воле судьбы моя мечта разбилась в зребеские реальности, а именно врачи, медико-реабилитационной экспертной комиссии дали свое заключение просто-напросто о том, что я не могу получить эту профессию, потому что не могу выезжать в горячие точки. Я понимала, на самом деле, тогда это было больше, чем три года назад, что, ну, на самом деле, с врачами бороться как-то практически бесполезно. Я не стала оспаривать их решения, и пошла в IT-сферу на обучение по специальности программируемые мобильные системы, и, к моему счастью, этот выбор комиссия одобрила, и получилось так, что я уже на третьем курсе учусь, и, на самом деле, в колледже стала первой очницей, которая учится на коляске. И немножко хочу рассказать вообще про свой день, как все происходит, моя учеба и с чем я сталкиваюсь, с какими барьерами. Ежедневно до колледжа меня довозят на машине маму, потому что по законодательству нельзя воспользоваться услугами социального такси, потому что я учусь на дневном. То есть, наверное, когда принимали такое решение, ну, я просто другого предположить не могу, ну, просто люди не думали, что человек захочет, а главное, сможет учиться вообще на коляске на дневном, причем в учреждении образования, где нет безбарьенной среды. Ну, так получается, что, ну, приходится пользоваться только машиной, на транспорте это опять-таки очередная головная боль, потому что, ну, не добраться. Получается, колледж находится на независимости и там два подземных пешеходных перехода, которые хоть и оборудованы лифтами, но они не работают на самом деле, зачастую. Я не раз пробовала дозваниваться и мне просто либо не отвечают, либо отказывают в помощи, то есть, ну, я никак не могу спуститься по лестнице, то есть, самостоятельно. Так, при этом всем вот услугой социального такси и заочников воспользоваться можно, ну, то есть, тут есть такая дискриминация в этом плане. И так, немножко перейду к более положительной стороне всей этой истории. Есть дискриминация, но есть инклюзия, на самом деле. И в колледже, когда я поступала, я дружила сразу с однокрупниками, и мне, на самом деле, преподаватели всегда готовы прийти на помощь. Ну, я понимаю, что есть лестницы, не всегда удобно, но мы находим компромиссы в этом плане. И поступала я, на самом деле, на общих основаниях. То есть, когда я поступала, мне на бюджет не хватило всего ноль одного балла, чтобы пройти на эту специальность, и пришлось пойти на платное. Но со второго курса я бюджетница, получается, за заслуги уже. Я проходила конкурс дважды. Вот. И я всегда знала, что колледж не самый легкий, поэтому, когда я поступала, я рассказала про идею создания проекта мобильного навигатора для людей с инвалидностью, то есть, чтобы решить проблему, которую я только что озвучила, дискриминация по признаку получается безбаренности. То есть, во многие учреждения образования, во многие объекты инфраструктуры я не могу попасть. И я рассказала в колледже об идее мобильного навигатора, и меня сразу поддержали. Сама идея была изначально заключалась в том, чтобы навигационно искать доступные маршруты. И когда я начинала работать над проектом, ну, мне все на самом деле указывало на то, что все получится, потому что я знала другие цифры о безбаренности нашего города. То есть, официально получается, что доступно 79%, а на деле получается, что это миф. Потому что, когда я самостоятельно пыталась промониторить хотя бы местность, где я живу, то выяснилось, что у нас безбаренная среда, к сожалению, она локальная, то есть пятнами. Где-то есть промежутки, которые я могу проехать самостоятельно, где-то их нет, и это постоянно непредсказуемо на самом деле. так получается, чтобы все это реализовать, в любом случае, какому бы результату это не привело, со мной сейчас работает достаточно большая команда, но, к сожалению, до конца этот проект так и не получается реализовать, потому что мы упираемся в проблему доступности, на самом деле. Но я немножко уже отойду от этой темы и скажу немножко о другом, о выводе, которым я самостоятельно на жизненном опыте для себя сделала, это о том, что инклюзия на самом деле это не только безбарьерность и доступность, на самом деле, хотя безусловно пандусы и там не знаю вот учет этих вопросов он безусловно нужен. Но я считаю, что инклюзия без дискриминации это отсутствие барьеров у нас в головах. То есть тут же опять хочу сказать на примере. То есть инклюзия она есть только тогда, когда есть включение всех групп, как и условно здоровых, так и людей с инвалидностью. И если говорить на простом примере, то допустим, я хочу посетить концерт любимой группы или сходить в кино с друзьями, но при этом я не хочу заходить, попадать в здание с бокового входа, с обхода подсобки, или допустим, я хочу пойти в кафе выпить чашечку копии, но при этом я не должна задумываться о доступности общественного туалета. это казалось бы совершенно обычные вещи, но для меня это зачастую проблема. И вот еще, что хочу сказать. Моим родителям на самом деле раньше всегда говорили, что ну что я могу сделать, я могу быть только обузой, ну как я могу чего-то добиться, но пользуясь случаем я на самом деле хочу выразить именно им большую благодарность, у меня также есть сестра, двойняшка, брат, и именно они повлияли на мое личностное развитие, что ну то есть меня никогда не выделяли как особенного человека, я ходила в обычный детский сад, в обычную школу и делала все наравне со своими сверстниками, поэтому тут наверное я еще сегодня для того, чтобы призывать на самом деле людей с инвалидностью больше выходить из своей зоны комфорта и не скрывать свои проблемы и не скрывать как могут другие люди помочь, ведь на самом деле сейчас на самом деле многие стараются помочь, мне стараются помочь, преодолеть то, что препятствия, просто зачастую не знают как, поэтому именно людям с адвалидностью тоже важно включаться в сам процесс развития страны без дискриминации и развития инклюзии как в принципе. Напоследок хочу сказать о том, что в обществе сейчас, конечно, еще есть стереотипы, но, как я уже и сказала, они стираются, стираются только тогда, когда и те, и другие взаимодействуют друг с другом, учатся, создают проекты, там, не знаю, добиваются результатов, ну, и получается, что и те, и другие повышают свою самооценку. и завершаю уже свою речь, надеюсь, я вкладываюсь. Получается, что смотрите, к чему я это все вела. Мрэйт мне не дал стать журналисткой, я пошла в другую сферу совершенно, это стало, скажем так, билетом в IT-сферу, в радиотехнический колледж для меня, и журналистикой сейчас для меня является хобби на постоянной основе. Также, в чем еще плюсы того, что со мной произошло, это в том, что, да, проект пока не могу завершить, это, конечно, минус, но я встретила очень много надежных людей, которые готовы мне помогать и со мной общаться, взаимодействовать. Я стала меньше обращать внимание на свои особенности тоже. И, пожалуй, это повод задуматься, что этому миру дал каждый из нас. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо, Лиза, за эту личную честную историю. Было очень приятно услышать и узнать про то, с чем сталкиваются люди, хотят даже делать многие проактивные вещи и надеюсь, что многие из нас могут более внимательно сейчас обращать на ту среду, где мы находимся и на разные формы инклюзии. Спасибо большое. Чтобы, опять же, долго не затягивать, я тогда передам слово дальше моему коллеге Пахлиману Константу, Кириллу, который расскажет про транзитных беженцев и с чем они сталкиваются в Беларуси, в тот профиль нашей деятельности. Кирилл, тебе слово. Привет всем. Меня зовут Кирилл, как нас так сказала. Я юрист Химон Константа Брестского офиса. Мы работаем с тематикой транзитных беженцев и вообще тема беженства, куда бежать, как, что, к сожалению, становится актуальной для Беларуси в последнее время. Но и в связи с этим, мне кажется, тоже в очередной раз не лишнее будет напомнить и то, с чем сталкиваются транзитные беженцы в границах Беларуси. То есть мы работаем в основном с гражданами Российской Федерации, которые преимущественно являются выходцами из республик Северного Кавказа, то есть это Тичня, Гушетия, Дагестан, которые подаются на международную защиту в Республике Польша, то есть иногда в других приграничных государствах Европейского, членах Европейского Союза, а рядом с Беларусью, да, то есть по причине того, что они бегут, то есть Российская Федерация по причине преследования, пыток, угроз, либо то есть любим другим формам дискриминации, которые вынуждают их покинуть все родные дома. То есть люди подаются на защиту международную в Польше, однако более 90% заявок, которые каждый день люди подают на пункте пропуска в Террасполе, они не удовлетворяются, и люди вынуждены возвращаться назад в Беларусь и ждать следующего дня для того, чтобы у них появилась новая возможность податься на защиту. И опять же таки, люди находятся, к сожалению, в таком подверженном состоянии, что они находятся не в том государстве, в котором, как им кажется, им будет безопасно, то есть Республика Польша, они находятся уже не в Российской Федерации, да, еще не в Польше, они находятся в Беларуси и находятся в рамках то есть белорусского правового поля, которое в этом плане достаточно специфическое, да, то есть к примеру, формально, безусловно, то есть граждане Российской Федерации могут податься на международную защиту в Республике Беларусь, да, то есть вообще на статус беженца, да, однако, как таковой практики предоставления им такого статуса нет, то есть опять же таки, то есть налицо дискриминация, то есть формальные правила, они существуют, как таковых случаев предоставления не было, то есть во-вторых, к сожалению, правоприменительная практика, то есть в Республике Беларусь по отношению к транзитным беженцам она также оставляет желать лучшего, к примеру, очень частой практикой является в отношении людей процедура сокращения срока пребывания, то есть цели пребывания в Республике Беларусь транзитных беженцев, несмотря на то, что они прозрачные, люди каждый раз декларируют как, то есть белорусским пограничникам, как белорусским представителям миграционных органов, так и представителям польской стороны, те цели, для которых они прибыли в Республику Беларусь, да, но все равно миграционные наши органы, они воспринимают эти цели, как, то есть трактуют их как нелегальную миграцию, незаконную миграцию, да, и сокращают, соответственно, срока пребывания транзитных беженцев в Республике Беларусь, вынуждая их покинуть Республику Беларусь, и они их, скажем так, мотивируют вернуться назад на территорию Российской Федерации, да, где их ждет непосредственно опасность, да, то есть вернуться на территорию страны, из которой они сами бегут, да, то есть и, опять же таки, повторное наложение сокращения срока пребывания, да, может привлечь к тому, что, то есть граждан Российской Федерации могут депортировать, то есть, опять же таки, это и им ставят соответствующий запрет на въезд на территорию Республики Беларусь, то есть налагается очень много то есть взысканий, санкций на людей, несмотря на то, что, де-факто, то есть они не нарушают никаких правил, никаких предписаний, да, они, то есть действуют четко в рамках правового поля, и здесь, то есть основная сложность заключается в том, что, то есть ситуация, да, она сложилась по каким-то объективным, то есть независим от воли данных людей обстоятельствам, да, то есть люди существуют в тех рамках, в которых они существуют, то есть, во-первых, потому что им небезопасно вернуться на территорию Российской Федерации, во-вторых, потому что, то есть они не могут попасть на территорию Республики Польша, то есть по воле, то есть представителей польской стороны, пропускающих их. Ну и, конечно же, то есть это такие, скажем так, правовые рамки, в которых существуют беженцы, ну естественно, традийные беженцы, ну естественно, они сталкиваются с проблемами при оказании медицинской помощи, к сожалению, да, то есть потому что достаточно сложно получить даже в некоторых случаях экстренную медицинскую помощь, да, то есть достаточно сложно пройти лечение, ну пройти какой-то курс лечения, да, и в том числе Или из-за того, что, к примеру, родительные беженцы не подаются непосредственно за защитой на территорию Республики Беларусь, то они не могут рассчитывать на помощь организаций, как УВКБ, Красный Крест и других организаций, цель которых является оказание той или иной помощи беженцам, находящимся в Республике Беларусь. Точно так же есть определенные проблемы при трудоустройстве. Иногда родительные беженцы находятся достаточно длительной промежуткой времени на территории Республики Беларусь. Средства материальные, денежные, они заканчиваются. Однако у людей возникает проблема с трудоустройством, потому что работодатели отказываются принимать на работу. То есть людей, понимая, осознавая, условно говоря, требуя у них паспорт, в том числе за гранд-паспорт, они замечают для себя о том, что у них стоит очень много отметок в паспорте, перечеркнутых, то есть свидетельствующих о том, что им не разрешается каждый раз въезд на территорию Республики Беларусь. Они понимают примерно, с кем они имеют дело, то есть с транзитными беженцами, и, к сожалению, отказывают им. Так как это взаимоотношения работодателя и сотрудника, который хочет трудоустроиться, к сожалению, каких-то, опять же таки, адекватных шагов со стороны общества достаточно сложно придумать. Это скорее нужно менять вообще в целом какую-то деловую культуру, этику в обществе, то есть какие-то стандартные, в том числе в работе с транзитными беженцами. И опять же таки, то есть события, происходящие в Беларуси в последнее время, то есть тот факт, что многих наших соотечественников вынуждают обстоятельства текущие покинуть территорию Республики Беларусь и в том числе попасть на территорию государств, где, как они считают, им будет безопасно, в том числе транзитом через, к примеру, Украину. То есть тоже это, скажем так, ситуация, в рамках которой они сталкиваются с такими же примерами дискриминации, то есть это не, к сожалению, какой-то не уникальный наш случай, то есть, к сожалению, такие практики происходят в других государствах, и мы всеми силами с нашей стороны тоже пытаемся изменить данную практику как в отношении отдельно взятых людей, так и пытаемся поменять ситуацию как-то в целом, но, к сожалению, пока что это все продвигается достаточно медленно. У меня все. Отлично. Спасибо большое, Кирилл. Мне даже нечего добавить, что я хотела, наверное, самые важные пункты прозвучали. Спасибо, что поделился этой грустной частью истории. Дальше я хотела бы передать слово Анне Филистович, программной координаторке прощательной организацию права, и чтобы мы попробовали каким-либо образом 10 минут поговорить про такую огромную глобальную тему, как дискриминация женщин в Беларуси. Мне кажется, при ней тоже точно можно писать книги, доклады и рассказывать часами, но вот я попрошу за 10 минут самое важное нам озвучить, как тебе кажется, в чем именно дискриминают женщины именно в Беларуси. Спасибо. Всем привет. Да, действительно, тема огромная, разговаривать можно бесконечно, но начать я бы хотела, наверное, с самых актуальных аспектов дискриминации женщин. Это то, что проявилось в связи с событиями последних трех месяцев, шести месяцев. Мы сейчас работаем в Международном комитете по расследованию пыток в Беларуси вместе с Human Constance и другими замечательными организациями. И мы в рамках этой работы документируем свидетельства женщин, которые пострадали каким-либо образом от силовых структур. Пишем жалобы, отчеты и распространяем их. И на основании вот этой деятельности у нас сложилось некоторое мнение, выводы, частью из них коротко я бы хотела поделиться. Сейчас мы можем наблюдать очень серьезную дискриминацию политически активных женщин, и в первую очередь это проявляется в виде давления на них через детей, через угрозы поставить семью в социально опасное положение, что является основанием для изъятия детей из семьи. И с такими угрозами приходят именно к женщинам. Не то чтобы мы хотели, чтобы приходили ко всем, и равенство в этом плане, но это ужасно, что вот эта роль общественно принятая и конвенциональная женщины как матери, что ее используют для того, чтобы давить на политически активных женщин. Вот, и да, то есть женщине с детьми от репрессивного аппарата сейчас достается гораздо больше, чем мужчине в тех же условиях. И там, если мы вспомним, как и когда, и после чего уезжала Светлана Тихановская, то это, наверное, самый яркий пример того, как осуществляется это давление на женщин через угрозу изъятия детей. Плюс женщины, которые проходили через опыт задержания и через опыт в центрах задержания, в ИВС, СИЗО, они отмечали некоторые аспекты, которые мы находим очень такими гендерно-чувствительными. Таких два момента, о которых я хотела бы рассказать, это про отсутствие продуктов гигиены во время менструации и на проживание этого опыта женщин в тюрьмах, то есть когда у них не было этих продуктов, прокладок, и, в общем, они как-то справлялись, пытались справляться без этого, и на это было направлено очень много издевательств и насмешек со стороны надзорщиков и других людей у власти. И одна женщина свидетельствовала о том, что когда она просила прокладки, каждый раз, когда она это делала, то есть она просила их на суде, просила их в камере, в РУВД, она подвергалась большим словесным оскорблениям и даже физическим замашкам, и ей из-за этого угрожали даже более суровым приговором. А другой момент — это то, что женщины становятся такой целью сексуального насилия. Очень многие молодые женщины, конвенционально привлекательные женщины, сталкивались с угрозами сексуального насилия, и на данный момент известно всего о нескольких подтвержденных фактах этого случившегося. Несмотря на то, что одни угрозы — это уже ужасная травма, как мне кажется, но у нас есть еще предположение, что поскольку если случалось такое сексуальное насилие в тюрьмах, то это супертравматичный опыт, что со временем, возможно, когда женщины проживут этот опыт и будут готовы рассказать, то мы узнаем о гораздо большем числе таких историй. Это, наверное, те хайлайты из нашей работы последних месяцев, которые я бы хотела сказать. А, конечно, в мирное время, в обычное время мы работаем в соответствии с нашим названием, мы боремся против самой разной дискриминации в отношении женщин. И я там пройдусь по некоторой нашей базовой деятельности в обычные времена. Все, наверное, мы знаем, что в Беларуси отсутствует специализированный закон о предотвращении домашнего насилия и усугубляет эту ситуацию то, что не существует у нас нормальных, качественных, эффективных механизмов защиты. А учитывая то, что большинство жертв домашнего насилия, большинство тех, кто через это проходит, это женщины, то эта ситуация является гендерной дискриминацией. Самое печальное, что чтобы добиться хоть какой-либо адекватной защиты, хоть каких-то намеков, тут я говорю о защитном предписании, которое дается на срок до 30 суток, то чтобы дойти до этой меры, чтобы хоть какую-то почувствовать защиту со стороны государства и общества, женщина должна дождаться нескольких случаев физического насилия, пройти через них каждый случай, зарепортить в полицию, в милицию. В общем, это ужасные процессы, и в Беларуси совершенно не работает система защиты пострадавших от домашнего насилия. Более того, женщина остается супер беспомощной в этой ситуации, потому что у нас и шелтеров не хватает специализированных, есть лишь один такой независимый, такой весь свободный шелтер, организация Радислава, а те кризисные комнаты, которые существуют при центрах социального обслуживания населения, что есть в каждом районе, в каждом городе, наверное, не уверена, что везде есть кризисные комнаты, они, во-первых, не способны предоставить весь спектр профессиональной помощи, юридической, психологической и другой, но самое важное препятствие на пути к ним, это то, что женщина должна очень много раз пройти через комиссии, доказать всем, что она действительно в ситуации насилия, этот процесс еще занимает время, и таким образом экстренно избежать, уйти от агрессора ей вообще не получится. Ну и эти кризисные комнаты не направлены только на приют для женщин, пострадавших от насилия. Вот другой момент, который снова же держит женщину зачастую в тисках в одном помещении с агрессором, это то, что для того, чтобы совместно разделить квартиру, если женщина живет там с агрессором в одной квартире, это их квартира, то если она хочет подать иск, то она должна заплатить государственную пошлину в размере 5% от стоимости жилья, и зачастую эти суммы оказываются неподъемными вообще в принципе для людей в Беларуси, но для женщины в ситуации домашнего насилия, это тот момент, когда мы предполагаем, что есть вероятные другие типы насилия в этом союзе, вероятное и экономическое, и в принципе женщины очень часто сталкиваются с экономической зависимостью, то есть это просто полная беспомощность, и в связи с этой дурацкой мерой в 5% по плате 5% пошлины, если ты хочешь уйти от агрессора, разделив квартиру, в связи с этим женщина вынуждена зачастую оставаться на одной жилплощади с агрессором, вот мы пытаемся, мы начали, мы начали работать над тем, чтобы изменить эту меру, да, в разных направлениях, но сейчас из-за того, что коммуникация с государственными органами очень сильно осложнена, это занимает время, мы надеемся, что оно все получится. Вот, другая обширная тема, с которой мы тоже работаем, это гендерная дискриминация в сфере труда, и здесь опять же куча аспектов, там, начиная от гендерного разрыва по плате труда, который составляет сейчас в Беларуси 24%, заканчивая списком запрещенных профессий для женщин и много чего еще. И тут тоже очень важную роль играют стереотипы, потому что тот же гендерный разрыв в оплате труда, одной из его причин может являться то, что работодатели сами руководствуются стереотипами, думая о том, что вот мужчина-кормилец, ему нужно платить больше. И даже есть такие ситуации, когда там при рассмотрении вопроса о повышении, когда у него есть два сотрудника-кандидата, сотрудница и сотрудник, он может рассуждать так, что и они в одинаковых условиях, то есть имеют детей, работодатель может рассуждать, что я повышу мужчину, потому что ему нужно кормить детей. А почему он не повысит женщину, которой нужно кормить детей? Потому что женщина не кормилец, он будет думать, что у нее просто не хватит времени исполнять эту работу с повышенным уровнем сложности из-за детей. Поэтому очень большая повестка вообще в общественной жизни это бороться со стереотипами, из-за этого очень много серьезных последствий проистекает. Также мы знаем про дискриминационный ход бесед, собеседований при приеме на работу, когда спрашивают тоже о детях, о семье женщин именно. И важным таким моментом, который нужно осознавать, это является вертикальная и горизонтальная сегрегация в сфере труда. Я очень коротко расскажу, что это. Смотрите, труд женщин преобладает в традиционно низкооплачиваемых сферах, таких как культура, образование, медицины, здравоохранения. И вот эта сегрегация в более низкооплачиваемые сферы, это и есть горизонтальная сегрегация. А дальше, если мы рассмотрим ту же сферу здравоохранения, где 85% работниц, это женщины, но только 4% занимают руководящие должности, то вот эта сегрегация в рамках одной сферы, где женщины все равно получают меньше и не руководят, это вертикальная сегрегация. Вот, это тоже огромная проблема. И список запрещенных профессий. В Беларуси сейчас недоступна 181 профессия для женщин, и там формальное существование списка объясняется тем, что это мера защиты репродуктивного здоровья женщин. Но, конечно же, проблема в том, что здесь вообще не остается выбора для женщин, ведь есть женщины, которые не могут иметь детей, есть те, кто не хотят иметь детей, есть трансгендерные персоны, и все это распространяется на них. То есть, ну, по сути, государство там рассматривает всех-всех-всех биологических женщин как немножко, возможно, потенциально беременным. Поэтому нет, в эти профессии ни одна из них не должна просочиться. Плюс здесь есть такое двойное дно, совершенно лицемерное, потому что существует ряд низкооплачиваемых профессий, в которых преимущественно заняты женщины, и эти профессии не запрещены, но они такие же сложные и превышают допустимые нормы, например, по поднятию веса. Это такие профессии, как сиделка, поварка, медсестра, там, кладовщица и так далее. Женщины реально работают на этих профессиях, они низкооплачиваемые, и список является таким сдерживающим, такой барьерой на пути женщин к высокооплачиваемой работе. Ведь, да, тут, в принципе, все понятно. Вот, и последний момент, наверное, который я затрону, это сексизм. Но, опять же, вот все стереотипы. Очень ужасно, что это работает не только в обиходе, в какой-то обыденности, но что публичные люди позволяют себе так высказываться, что там чиновники позволяют тебе это, что там какие-то председатели ассоциаций футбола тоже думают, что могут сказать, что дело женщины рожать. То есть даже если мы посмотрим на самую верхушку власти нынешней, Лукашенко очень много раз говорил, что призвание женщины украшать мир, давние изречения про конституцию не под женщину. Это все очень сильно демотивирует женщин, я думаю, не всех, конечно, но это оказывает определенное влияние на ощущение собственной свободы выбора. И сексизм в рекламе. Со всей объективацией, сексуализацией женского образа это тоже то, с чем мы боремся. В принципе, по всему тому, что я сказала, мы стараемся везде приложить где-то усилия в разные промежутки времени, потому что все это нас очень-очень-очень печалит. Вот, и очень надеюсь, что сейчас, когда, мне кажется, общество увидело, что роль женщин не сводится только к роли жены и матери, что женщины являются активными двигателями демократии сейчас в стране. И, мне кажется, происходит такая позитивная трансформация всех сексистских убеждений, такая молчаливая, возможно, где-то. И мы вот очень лелеем надежду и верим, что этот огромный вклад женщин, он не будет забыт. Вот. И дальше мы сможем строить общество без дискриминации. Супер. Спасибо большое, Аня, за твой очень четкий большой обзор. Я вот прям сижу, жду, когда у нас отменят, наконец-то, список запрещенных профессий. Да, и мне, конечно, всегда очень даже возмущало, что репродукционные функции женщинам жалко, а мужчинам не жалко, и поэтому они могут в метро руководить чем-то, а женщины не могут. Ну, в общем-то, это про печальные несправедливые вещи, которые очень надеюсь, что скоро, в том числе, благодаря вашей работе, тоже будут, скажем так, ликвидированы, и мы сможем жить в более равном обществе. Спасибо большое за вступление, за вашу работу. И следующую тему тоже, еще одну большую космическую тему, про что можно очень долго рассказывать. Я надеюсь, что тоже в 10 минут все-таки получится вложиться. Я бы хотела попросить Наталью Маньковскую с Пророчительной организации на личности права рассказать про дискриминацию ЛГБТК плюс людей в Беларуси и про, может быть, последние тенденции. Наташа, тебе слово. Всем добрый вечер. Хорошо ли меня слышно? Да, отлично. Отлично, да? Я расскажу про дискриминацию ЛГБТК плюс людей вообще, ну, какие мы имеем тенденции в принципе, и немножко остановлюсь на том, какие мы имеем тенденции в данный момент в связи с выборами и протестами. Мы занимаемся следующими моментами. То есть достаточно большое количество наших усилий направлено на защиту прав трансгендерных людей, на помощь людям в процессе перехода. Ну, поясню, гендерный переход это процесс юридических, социальных, гормональных, хирургических изменений, которые люди предпринимают, чтобы привести свой гендер, свое гендерное выражение к той гендерной идентичности, которая у них плетит. То есть из мужской в женскую, из женской в мужскую, либо, например, там, из женской, допустим, в какую-то, ну, более или менее, там, небинарную, например. Это тоже, я считаю, один вариант перехода. В Беларуси переход возможен. Де юре все делается бесплатно, де-факто. Ну, де-факто, конечно, много есть косвенных расходов, которые люди на себе несут, но, так или иначе, основные проблемы, связанные с переходом, находятся в плоскости чрезмерной длительности, сложности и того, что врачи, как правило, требуют от людей соответствовать определению. Даша немножко пропадает. Надеюсь, что сейчас интернет вернется. Извините, технические нюансы. Тандаш, ты немножко пропадала, но... Сейчас слышно? Да, сейчас слышно. Хорошо. Хорошо. Я могу перед подключиться... Ну, вроде бы интернет нормальный у меня сейчас. Правозащитные аспекты гендерного перехода связаны с тем, что в Беларуси нет возможности сменить гендерированный идентификационный номер, то есть там 14 цифр, которые есть у нас в паспорте для людей, которые получили паспорта до 2013 года, они остаются четные у женщин, нечетные у мужчин. такие правила были. По новым правилам все номера начинаются на семерку, но люди более старшего возраста конечно не могут этим воспользоваться и тогда факт перехода становится ясим, например, всем, кто понимает в этих цифрах, то есть в банке, в отделе кадров, то есть в любом месте. Еще одна проблема является то, что информация о гендерном переходе остается доступной в базе данных паспорт, это база данных милицейская и доступна как сотрудникам милиции и других правоохранительных структур, так и другим структурам, которым они могут передавать например, информацию. И на практике это приводит к тому, что люди, например, обращаясь в милицию, ведут свои прежние данные или факт того, что паспорт получен в связи с изменением половой принадлежности, например, в материалах проверки по административному делу, уголовному делу, которые в том числе доступны, будучи, например, направленными в суд, является доступными всем, кто имеет право ознакомиться с материалами дела. Мы пытаемся решить этот вопрос с департаментом гражданства и миграции, но пока вопрос не решен, хотя вроде как отвечают нам позитивно, что немаловажно. Следующий момент это момент, связанный с насилием, основанным на сексуальной или гендерной идентичности. Здесь есть несколько разных вариантов насилия. Это могут быть, например, подставные свидания, когда, особенно этому уязвимые мужчины, гейлисексуалы, когда, например, с ними знакомятся домофобы, там на сайте знакомств приглашают на якобы свидание, а потом избивают, шантажируют, выкладывают видео, требуют денег за молчание, то есть делают аутинг. И очень сложно здесь возбудить какое-то уголовное дело, потому что, как правило, очень часто милиция отказывает от возбуждения уголовного дела, потому что считает, например, что общественный порядок не был нарушен, потому что там дело происходило в пустынном месте. Ну, если не были, конечно, получены серьезные травмы потерпевшим, как, например, это было в деле Михаила Песчевского, который получил сначала тяжкие телесные повреждения, а потом умер от них. Также другой вид насилия – это домашнее насилие, то есть со стороны знакомых, близких лиц, членов семьи. Чаще всего это касается молодых ЛГБТ-людей, подростки и молодежь. Это может быть как, ну, я думаю, что говорили уже о домашнем насилии, то есть это может быть и психологическое оскорбление, унижение, создание там невыносимой атмосферы, физическое насилие. Ну, есть и такие виды насилия, как сексуальное насилие, ну, такие, например, крометирующие, издосиловые отношения женщин, везбиянок, например. Ну, в России такие случаи фиксировались, пока не поступало, к счастью, ну, неизвестно, то это из-за высокой латентности, то и правда таких случаев не было. А случаи физического насилия, да, довольно чистые, когда детей, родители, там, или другие члены семьи избивают, когда узнают про их сексуальные реализации, вплоть до очень серьезных травм. Ну, и, как правило, тут общие проблемы с домашним насилием, что, ну, уже, в принципе, об этом говорили, что очень тяжело наказать дезагрессора, потому что, вроде как, если серьезные травмы получены, ну, да, тело могут возбудить, если травмы недостаточно серьезные, а, к примеру, там, сотрясение головного мозга не является тяжким или менее тяжким телесным повреждением, как правило, квалифицируется как легкое телесное повреждение. Ну, черепно-мозговая травма, это так, не повод для возбуждения уголовного дела. То адресора, правда, очень тяжело наказать. Проблемы такие, как буллинг в школе или там в университете, в колледже, как со стороны преподавателей, так и со стороны меня говорят, что у меня с интернетом проблемы. Все меня слышно? Да, что слышно. Хорошо. Буллинг, то есть преследование, оскорбление, издевательство со стороны как преподавателей, так и других соучеников, со студентов тоже практически сложно решаемые проблемы, потому что администрация учебных заведений в принципе не привыкла бороться с буллингом, ну и как правило даже с очень открытыми формами, даже со стороны преподавателей и как правило обращение в администрацию жалобы ни к чему не приводит. Следующий момент связанный с дискриминацией, это дискриминация в трудовой сфере, то есть мы сталкивались со случаями, когда человек заставляют уволиться написать московственному желанию, например, когда стало известно о его или ее сексуальной ориентации гендерной идентичности. Часто с этим сталкивались тронгендерные люди, когда, например, бывший сотрудник, сотрудница разбалтывал информацию о тронгендерном переходе нынешнему работодателю. есть у нас, конечно, уголовная статья, которая может быть применена здесь, однако достаточно тяжело все это доказывать. Кроме того, мужчины, геи, бисексуалы сталкиваются с подставными свиданиями со стороны милиции, то есть милиция тоже пытается знакомиться со сгейми, чтобы потом шантажировать, например, и делать их своими информаторами. Или, например, просто взять телефон, проверить на наличие порнографии, а если вдруг в какой-то частной переписке какая-то интимная картинка проскочила, то это уже повод для возбуждения уголовного дела. Ну, вот на ровном месте себе нашли успешное раскрытое дело, например. Это же гораздо проще, чем, например, бороться с торговлей людьми, например, к чему и признаны данными саппортами управления подножками контроля и борьбе с торговыми людьми. Так, пару минут у меня есть еще, да? Минутка. Минутка у меня, да? Хорошо. Ну, что касается протестов, то есть понятно, что ГУБД люди тоже те же самые участники протестов, что и все остальные люди. Ну, и получается так, что и задерживают всех остальных людей, конечно, на лбу ни у кого вроде как не написано, в основном, кто какой, ориентации. Ну, конечно, бывает, что, допустим, как-то люди выглядят гендерно неконформны, например, пусковинные девушки или феминные парни, и такие люди сталкиваются с более суровым обращением, оскорблениями именно на почте предполагаемой сексуальной ориентации. А что касается гендерной эдетичности, то есть если человек, ну, трансгендерные люди, у нас несколько случаев было сдержание трансгендерных людей, они сталкивались с очень унизительным обращением, то есть одного парня специально раздевали в милиции, хотя других не раздевали, то есть с ним были задержаны несколько человек, и это не было в помещении в ЦИП, когда там обыскивают лично, раздевают всех, а просто в милиции, когда потом создали протокол и все распустили его, составляли раздеваться. Другой причиной здесь какой-то нет, кроме того, что, правда, он выглядит как парень о документе женсти. В другом случае, когда трансгендерный парень, многие из вас слышали, там, Евгений, он об этом публично говорил, был задержан и помещен там в родина, и подвергся действительно жестокому безчеловечного обращения, когда ему там угрожали физическим насилием и сексуальным насилием, именно на основе его трансгендерного статуса. Ну, потому что люди здесь оказываются в очень уязвимом ситуации, когда там, ну, во-первых, надо раздеваться при посторонних, а во-вторых, еще там все посторонние узнают про ваш статус, и учитывая, что само по себе там помещение в такие заведения это очень стрессово и зачастую сопровождает даже с этим обращением, тут оно еще и усиливается. Спасибо за внимание. Да, Наташа, спасибо большое за эти истории, да, немножко отслеживала ситуации, которые сейчас происходят с надвергными людьми, которых задерживали, и мне рассказывали даже там, кто видели эти сцены, и, конечно, это очень серьезное испытание, что мы все сейчас сталкиваемся с грубо внушением прав человека, но есть группы, которые, правда, еще больше в ее взвемом положении, и каждый раз, конечно, очень много еще больше бессилия, наверное, в этих ситуациях. Спасибо большое за работу, за то, что сейчас нашла время с нами поговорить. Я тогда передам слово последней спикерке, чтобы сильно тоже всех не утомлять. Я надеюсь, что Юля сможет положиться в 10 минут и все сможет успеть еще на свои другие звонки и на остальные вещи. И последняя у нас тема от Юлии Хрущенковой из Белорусского Хельсинского комитета. И Юля хотела поделиться темой, чего бизнес не видит в своих клиентах передаю слово. Да, коллеги, здравствуйте. Я, во-первых, благодарю всех тех, кто добыл до конца. Мне очень приятно, что хотя бы кто-то остается, потому что я себя чувствую очень странно. Я постараюсь вложиться в 10 минут. Я буду тем человеком, который вложится, я надеюсь. Единственное, что поскольку мне действительно и потому что я последний, и потому что почти никого не осталось. Если кто-то из вас может, включите, пожалуйста, картинку просто для того, чтобы я видела обратную связь, потому что, ну, эмоционально прям не сильно комфортно. И до того, как я вам расскажу то, о чем я хотела вам рассказать, вот я думаю, так, картинки нету, это значит, что все просто оставили висящую штуку и ушли. Ну, ладно. До того, как я перейду к своей теме, я хочу вам сказать, что вот у нас есть такая вот игрушка про дискриминацию. Жалко, что, например, ушла девочка из-за ее права, потому что для нее это было бы хорошее подспорье. Короче, эта игруха рассчитана на… Если что, мы записываем, и потом все увидим. Окей. Эта игруха рассчитана на старший школьный возраст. Она играется в группах в среднем от 2 до 6 человек, но, конечно, 6 лучше, чем 2. Хорошо бы иметь какого-то классного ментора, который понимает, что такое дискриминация. И условно должны построить город, в котором существует равенство, а дискриминации нету. Игруха рассказывает, как это сделать, и при этом всем надо понимать, что тебе постоянно что-то мешает. Или случай, то есть внезапно выпадает какая-то дискриминация, или твои соседи, там есть элемент мафии, или, извините, банальный недостаток бабла или другого ресурса. То есть то, как ты работаешь, еще зависит от ресурса. Это все такая карточная штука. В общем, если у вас есть какой-то доступ к аудитории старшего школьного возраста, от 12+, она сертифицирована, то можете нам писать, и мы с удовольствием с вами поделимся. Значит, теперь, соответственно, про... Спасибо за комментарий, Настя, я прям рада, меня вдохновляет. Теперь, соответственно, про то, чего бизнес не видит в правах человека и в поле дискриминации. Я, во-первых, хочу еще раз вернуться к тому, что такое дискриминация, потому что мы много говорим, мы говорим через конкретные примеры. Если среди нас остались те, кто может быть небольшой специалист дискриминации, то вот как раз сейчас теоретический кусочек. Дискриминация – это такое неравное отношение, у которого нету разумного обоснования. Это очень просто запомнить. То есть всякий раз вы сравниваете конкретному человеку или конкретной группы с общей температурой по больнице, и если там это различается, а разумного обоснования нету, то вот она прекрасная дискриминация. Дальше ищите, по каким основаниям она происходит и так далее. То есть очень легко сравнить, когда вас не берут на работу, потому что кто-то делает эту работу принципиально лучше. Это одно. Есть разумные обоснования. Мы взяли того, кто лучше работает. или другой вариант, когда вас не берут, потому что какой-то у вас возраст, слишком молодой, юный, либо слишком взрослый, пожилой и так далее. Но если в целом не фиксироваться на прям совсем вопиющих ужасах дискриминации из разряда, я не знаю, из разряда вот прям открыто издеваются над трансгендером, потому что он, очевидно, трансгендер, я хочу сейчас сосредоточиться на такой штуке, что в Беларуси очень много скрытой дискриминации, которая происходит не со зла, а потому что люди или инфраструктура или система, которые ее не понимают, они в целом глуповатые, они не понимают, потому что они не имеют таких признаков, поэтому они не могут положить эту ситуацию в себя, то есть они недостаточно эмпатичные и так далее, то есть еще раз, очень часто в основании дискриминации лежит действительно не злой умысел, а, скажем так, недостаток понимания. Мой любимый пример это когда мы несколько лет назад, когда еще ситуация с милицией не была такой плачевной, мы делали, что называется, такой проект триподвизор для отделения милиции, то есть реально оценивали, как в триподвизоре, что там происходит, в каком отделении, ничего нового, ну, такая простенькая очень механика, значит, и мы разговаривали с одним из начальников Куфровода и говорили ему, дружок, посмотри, у тебя нет пандусов, он говорил, у меня есть кнопка, мы ему отвечали, но ты понимаешь, что вот, что ты будешь делать, если к тебе приедет колясочник и позвонит в эту кнопку, он отвечал, ну как что, я выйду и на руках его отнесу, и он реально думал, что он прям, ну, супер классный дядька, что он идет навстречу, потому что, ну, он же сделает все, что возможно, он отнесет на руках, ну, что вы еще хотите, короче, от него, и действительно, очень многие люди, инфраструктуры и системы действительно готовы носить на руках, не понимая, что, в общем-то, это, в принципе, дискриминационное положение, не примеряя это на себя, ну, готов, чтобы тебя кто-то носил на руках, и вот, значит, я вам сейчас расскажу несколько примеров, как это проявляется в бизнесе, и зачем я хочу вам рассказать эти примеры, для того, чтобы на примере вот этой нашей работы вы, может быть, нашли бы для себя какую-то новую аргументацию при общении с вашими, господи, как это называется, ну, контрагентами, скажем так, да, при общении с вашими целевыми аудиториями, с вашими лицами, принимающими решения и так далее. Еще раз, мы забываем, что кто-то забывает учитывать особенности, потому что не обладает сам такими особенностями, и при этом всем сравните, кстати, ведь реально мы сейчас, ну, некоторое время назад мы еще были IT-страна с объемом стартапов и так далее, и посмотрите, на самом деле, ведь реально заточка большинства стартапов выглядит примерно так. Мы тут находим какую-то прям узкую проблему у клиента и решаем эту проблему, потому что ее не решил никто другой. То есть мы реально понимаем особенности клиента настолько, чтобы решить прям какую-то его узкую проблему. Соответственно, удивительно, что при таком мышлении в IT-секторе никто не мыслит такими категориями в секторе государственном. И из-за этого, из-за этого мы часто, ну, как бизнес, часто теряет клиентов, в том числе потому что не понимает этих особенностей. Ну, и точно так же, да, вот все ваши защищаемые группы это клиенты бизнеса, и они почему-то у бизнеса отваливаются. И вполне себе возможно, что это платежеспособные клиенты, которые отваливаются и не приносят деньги. Возможно, для вас это новый аргумент. мы стали делать сейчас исследования, мы стали строить на основе маркетинговой технологии Customer Journey Map, мы стали строить карты пользовательских путешествий, как пользователь взаимодействует с тем или иным сектором экономики. И выяснили много интересного. Например, мы выяснили, что вы замечали, наверное, что в части банкоматов у нас набита клавиатура Брайля. на клавишах. И это можно говорить, вот смотрите, какие все инклюзивные, какие молодцы, трататат. Но на самом деле, на самом деле, оказалось, что, когда мы стали строить Customer Journey Maps с незрячими, оказалось, что незрячим людям нафиг не нужен этот шрифт Брайля на клавиатуре банкоматной. Потому что первое, чему они учатся, это печатать вслепую. Соответственно, в тот момент, когда мы играемся в инклюзию и вне дискриминации, путем добавления шрифта Брайля на клавиши банкомата, мы безумно, бездумно тратим наши деньги, мы выбрасываем их, по сути, в воздух, потому что это никому не нужно. При этом всем, при этом всем, в стране нету единого формата того, как должен выглядеть экран банкомата. Соответственно, там все элементы разбросаны в хаотическом порядке, и они не имеют ни озвучки, ни теплового теплового сопровождения. То есть, соответственно, незрячий ничего дальше сделать не может. То есть, короче, по клавишам он еще по сбрайлям или безбрайлям может постукать, а что происходит на экране, никого не волнует. И понимаете как? Я абсолютно уверена, что люди, которые хотели сделать этот банкомат на незрячих, они действительно очень старались, они хотели быть инклюзивными, недискриминационными. Просто вот из-за своей привычки не смотреть на дискриминируемого вот так вот, да, его глазами, они это все потеряли. И таких примеров в бизнесе куча. Например, трансгендеры не ходят за кредитами. Незрячие также не могут, например, подписать в банке контракт, потому что им нужно, чтобы банк требует, чтобы кто-то подписал за незрячего. Кто может подписать за незрячего? Тот, у кого есть доверенность. Кто может выдать доверенность? Нотариус. И если к банкам есть, короче, вот это требование, что незрячий не может, поскольку незрячий не может прочитать документ, то должен кто-то читать. То доверенность, которую ты подписываешь у нотариуса, ты можешь подписывать как угодно. Еще раз, то есть каждая ваша группа в принципе является еще и референтной группой для бизнеса. И вы в том числе можете говорить с бизнесом о том, чтобы добиваться, о том, чтобы делать какую-то инфраструктуру, в том числе для вашей группы. Почему это нужно вам? Это понятно. Почему это нужно бизнесу? Он, с одной стороны, так приращивает репутацию, потому что никому не нужны скандалы из разряда феминистки Марк Формель, а с другой стороны он приращивает себе аудиторию. Потому что и в этом тут я расскажу вам последний пример, он мой любимый компания по производству порнографии Порнохаб. Я сейчас не оцениваю, насколько это вообще сама по себе этичная компания, нам она интересна с точки зрения отношения к дискриминации клиентов. Так вот, компания Порнохаб, она последовательно этим занимается. Она сначала выпустила видео для слепых, то есть там прям озвучка того, что происходит на экране, а через год они выпустили видео, но у них есть раздел для глухих. И когда Порнохаб комментирует эти свои активности, они это объясняют следующим образом. Они не говорят, что это пиар-решение, они говорят, что это решение маркетинговое, призванное прирастить аудиторию. И есть цифры, что, например, только в одних штатах, по-моему, около 100 тысяч незрячих, которые являются дополнительной... Нет, слушайте, нет, там не 100 тысяч, там какая-то другая большая цифра, может быть, даже миллионы, я прошу прощения, я не вспомню, но идея в том, что они говорят, мы не делаем себе пиар, мы не играемся в социальную ответственность, мы абсолютно зарабатываем на этих людях с уязвимостями деньги. Так что подумайте еще о таком фокусе, о недискриминации, как быть источником денег для бизнеса. Все. Супер, Юля, спасибо прям и по тайному всем остальным моментам. Спасибо за интересный и новый взгляд. Действительно, мы часто, занимаясь темой дискриминации, не обращаем внимания на многие такие вещи, недостаточно, может быть, понимаем какие-то бизнес-стратегии, поэтому спасибо за то, что вы делаете, сближаете нас и показываете эти общие точки и за игру. Надеюсь, что будет возможность увидеть. Я благодарю всех, кто сегодня к нам присоединились, всех, кто сегодня выступали, делились своими компетенциями. Мы будем распространять это видео и там видео с прошлого нашего мероприятия тоже. И завтра у нас будет интересная лекция от философии не некропсикодертики Жюди Рыше под названием «Фашизм – это любовь». Я надеюсь, что вас это может немножко заинтриговать, возможно, и мы здесь опять встречаемся. Это будет такое наше, наверное, последнее мероприятие от Химмон Константа, скорее всего, в рамках недели, но еще будет в пятницу кинопоказ от Майкаута, в который тоже можете попасть. Поэтому оставайтесь с нами и в нашем инстаграме мы будем делиться информацией про записи и другие активности в рамках недели. Спасибо всем большое и хорошего вечера.